Здравствуйте, господа, дамы и господа. Здравствуйте, господа, дамы и господа, дамы и господа. Здравствуйте, господа, дамы и господа, дамы и господа. Мы не могли что-то друг другу сказать, как-то увидеться. Сейчас, на сегодняшний день мы встречаемся почему-то только на грустных событиях, на похоронах. Вот, и на каких-то превью, в основном в старом цирке, как-то цирке закрытой, туда попасть тяжело, в главку тоже можно, но как-то странно. Союз цирковых деятелей, который задумывался как клубные какие-то дела, куда можно прийти, как вот в доме актера попить, поговорить, там все. Ну, не вышло. А, клуб Манежа. Ну, может быть. Так вот, сегодня, считайте, что я нашел такую форму, схитрил, пригласил вас сюда для того, чтобы мы могли пообщаться, провести как-то время. И я вам еще в конце, или не в конце, а в процессе нашего вот общения буду подписывать книги, дарить их. Тут у меня две книги, моя предпоследняя и вот финальная, которая вот только что вышла недавно. И книги бабушкина у меня остались, Леонида Семеновича, нашего незабвенного, одного из старейшего фотографов цирка, который... У меня его архив, там фотографии с 51-го, по-моему, года, на стекляшках еще, там весь архив фотографический, с которым я пока не знаю, как распорядиться. Скорее всего, вот Валера Павлов мне поможет, и я ему это все отдам в наш музей цирка и так далее. Это его последние книги, записки Цедрейтера, двухтомник. Человек с пяти лет был в Цедри, приходил, фотографировал, записывал. Там проходили мероприятия разного уровня, я там видел Райкина, там был бенефис Сичкина, когда он приезжал, и меня, Леонид Семенович, знакомил, мы дружили со многими. То есть бабушкин это величайший человек, один из первых рецензентов Никулина. Так вот в этом двухтомнике, в общем-то, его записки за многие долгие годы, там есть и о цирковых, по-моему, даже что-то есть обо мне, но о Ширмане точно есть, о романе и так далее. Так вот записки Цедрейтера или Цидрейтера, мне надо посмотреть, что-то... Цы. Вы, наверное, знаете записки сумасшедшего, да? Так вот бабушкин, он был высокоинтеллектуальным человеком полета, оказывается Цедрейтер на Идыше, это сумасшедший. Так вот он обыграл слово Цедри, написал записки сумасшедшего двухтомника. Я думаю, что это будет самая замечательная память, если вы возьмете эти книги на память, прочитаете и получите какое-то удовольствие. Теперь самое, пожалуй, главное для меня, и, наверное, для вас. Здесь собрались так или иначе мои друзья. Друзья артисты, друзья не артисты, но люди, любящие цирк, имеющие отношение к цирку как-то через меня, посредством. Люди все выдающиеся, других нету, потому что люди, выходящие на манеж, ну вот представьте себе, цирковых, профессиональных, ну что-то около трех тысяч. Это я говорю сейчас для не цирковых своих друзей. Ну если даже смело собрать самодеятельность, всех тех, кто имеет отношение в том и ином смысле к цирку или к оригинальному жанру, там с эстрадой и так далее, ну наберется, ну шесть тысяч. Ну давайте даже смело скажу, десять, хотя это фантастика. А живет в России 150 миллионов. И вы понимаете, люди, выходящие на манеж, даже которые делают первые шаги, вот только робкие, но они делают что-то такое, чего миллионы людей не могут делать. Поэтому вы все люди, выдающиеся, и я о вас, о каждом сейчас буду представлять, говорить в превосходной степени. И вы приготовьтесь к этому и считайте, что это моя какая-то лесть. Я с огромной симпатией, уважением и любовью к вам отношусь, потому что на первой странице своей книги «Сердце в опилках» там написано, что цирковые, мы все родственники, потому что это какой-то странный богом сотворенный хромосомный ряд, удивительно сложившийся, потому что эти люди, ну они совершенно не от мира сего. И я принадлежу к этим людям и горжусь, что вот так случилось в моей судьбе, что есть. Итак, я хочу представить своих друзей, те, которые сюда пришли, цирковых, выдающийся, и у меня других слов нету, это легенда нашего цирка, это народный артист России, мой коллега, жонглер, равных, которому в мире нет до сей поры, Евгений Беляуэр. Хорошо, что мы все чувствуем себя скромнее, еще в дополнение скромности взять Олега Попова. Бывший сын! Самое интересное, что он добавил, бывший, но это ответственность, я все равно не знаю. Бывший у Олега Попова не бывает. Это навсегда. Ну сын-то не бывший. Человек. Ну сын-то Беляуэр. Человек с большой буквы. Человек, удивительный человек, человек, который у меня испытывал невероятные симпатии, какую-то скрытую любовь, потому что этот человек личность, создавший сам себя. Это представитель третьего поколения цирковой династии, чьи прадеды начинали со смешанной группы животных и доросли до самых крупных животных, которые существуют в цирке. Человек-художник, в прямом смысле и в переносном, крутите как угодно, режиссер, который сотворил не один десяток спектаклей, которые остались в аналах мирового цирка, зафиксированные в энциклопедиях, в сердцах людей, зрителей. Арт-директор, продюсер коллектива. Нет, не коллектива. Нет, коллектива, коллектива. Коллектива. Дрессировщик. Дрессировщица. Народная артистка России. Ну, конечно же, Таисия Корнилова. Ну, кому же еще очень красивая женщина. Ну, степень предложения, как бы женщина взять с тюрьмы. А вот скажу, потом пускай. Женщина, конечно, выносливые, а не мужики. Третье поколение династии Корнилова. Ну, премьер цирка. Замечательный артист. Я могу говорить об этом человеке много и много, потому что я помню его с детства, и как он вырастал. Режиссер, номера которого сейчас работают, уже имеет успех. Человек, который занесся кинематографом. И я уверен, что будет успех такой же. Теперь это руководитель, по-моему, аттракциона, да? Андрей Корнилов. Андрей Корнилов. Я не забуду, когда... Их аттракцион называется «На слонах вокруг света». Просто для того, чтобы разрядить обстановку, мне пришлось держать паузу, но минут 15 не меньше, мы работаем в Японии, в Токио-дом, сидят тысяч пять, наверное, на розу, да? Я объявляю второе отделение, значит, Акико сам переводчица переводит, что-то там на японском, и я объявляю «Аттракцион на слонах вокруг света». «А, Симонси, тяните время, моля, тяните». Вылетает Андрей. «Дядя Володя, тяните время, папы с мамой нет». А у нас, чтобы вы знали, как мы работаем в Японии, значит, вот Токио-дом, потом идут какие-то улицы, бульвары, скверы, магазины, там на первом этаже мы переодеваемся, и вот воздушные полетчики минут десять идут, в Токушке-башне, декабрь месяц, потом они летают, ну, они находились на территории, конечно, с Лешей спокойным, которому тоже отдельное место, я здесь скажу обязательно. Вот, ну что-то там, не мыслиши, не музыки, ничего. А как тянуть? Это здесь я могу тянуть? У меня, когда Манеж застрял, я 20 минут рассказывал историю цирка, этого цирка. Переврал так, чтобы Кузнецов, наверное, там уже в Грыму переворачивался, потому что я придумал с листа. Тут я начал рассказывать биографию слонов, которых я не знал. Я знал их только по именам. Я уже кричу, давайте ищите, у меня слова кончаются. Сейчас начну рассказывать биографию кардебалета. В общем, 15 минут прошло, влетает Андрюша, говорит, я есть? Я говорю, а теперь все, что я вам рассказал, говорю японцам, из-за кулис. Вот, а там сначала какой-то шум, что-то жру-гудение, потом они, видимо, уже смирились с этим, сидят русские фигачи, первые посмотрите во очи, рак на слона, говорю, смертно, в нашем языке, открывается занавес, выходит слоны, я подхожу, переводится, плачет. Я как Никоусан, что такое? Кураков Сан, они, я на него говорю, Кураков Сан, я не знал и столько русских слов. Но самый гениальный, конечно, был в этом рассказе наш незабвенный Завын Григорьевич Мартиросян. Это король всех инспекторов манежа, метр восемьдесят с лишним, фрачник, роскошный, чернявый, ну, это, конечно, отдельно. Ну, и на старуху боят пружук, мастер вышел, значит, из форинга в старом цирке говорит, а сейчас аттракцион на слонах вокруг света, а текст и кончился, а фраза-то задавана, и надо же как-то заканчивать, и он так, и это звучало практически так, аттракцион на слонах вокруг света с кардебалетом. Открывается форган, на слонах выезжает балет, который вот так лежит и так далее. Итак, друзья мои, продолжаем. Четвертое поколение династии Корниловых, наша восходящая звездочка, очаровательная, Анастасия Корнилова. Спасибо, Майкл. Ну, коль уж речь пошла по народным, наша, ну, даже не звезда, это, наверное, галактика, это легенда, тоже цирка, ну, одно то, что о ее бабушке писал Куприн, вы, наверное, понимаете, Ольга Сур, а это все писалось об одной династии, династия, которая дала удивительных артистов, начиная от Папазовых, кончая Верина и кончая Влада и Лапиада, это, конечно, наша потрясающая дрессировщица, воздушная гимнастка, Господи, об этой женщине можно разговаривать, говорить миллионы лет, и кровь, действительно красивая женщина, Марина Лапиада, спасибо, спасибо, раздвиньте, пожалуйста, ну, опять же, в превосходной степени, потому что выдающаяся воздушная гимнастка, в любви которой признавался Ланделон, Дебадье, мысленно яд, удивительной красоты женщина, женщина, которая провела, к сожалению, много лет за границей, наши ее зрители не очень хорошо знают, но если бы ее видели, это, конечно, захватывает дух, ну, остались воспоминания, остались фотографии, сейчас она работает не менее успешно инспектором манежа в цирке Никулина на Цветном Бульваре, на наши же головы, на наши же головы. Игорь, ну, что ты прячешься? Когда-то научились на курсах инспекторов манежа, нашего Костюка, не забуду, так ведь непорайно замахнуться на нашего Веляна Штекстира. Теперь что ты так в зону сделаешься? Я что-то сказал не так? Пусть мы... Да, хорошо, полагается. Хорошо. Ладно, убираем. Директор Хабаровского цирка, можно так? Экс. Да что же вы все... Если так дело пойдет, то я скажу так. Билинский скажу. Экс. Человек, теперь занимающийся рисурой медведей, занимающийся успешно, удачно. Ну, иди сюда. Ну, пусть на тебя посмотрит. Здесь у меня... Давай, как можно на перелетях сделать спектакль. Спасибо тебе, что вы говорили. Спасибо, что вы говорили. Ну, я бы не приглашал, ты же сам пришел. В Фейсбук не веришь, что ли? Я ведь верю. Много обсужданий, почему, да? В Фейсбук, ВКонтакте, не знаю, в прессе, наверное, даже в уголовной хронике. Юрий Сучхоль! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще на сроке. Человек, который первым попал в знаменитый цирк Дюссалей. Поехал туда вот таким вот как на Целину ездили, их выбрасывали, они попали еще в Шапиток, мерзли, не получали денег. Это сейчас Либерте у нас просто слетает по так... Сколько там в последний раз проиграл в Монте-Карло? Десять долларов? А, миллион! Миллион прозадил. Миллион ставка миллиона. Да, он начинает с миллиона и заканчивает. Вот. Поехали туда Василий Деменчуков и Киахаял Володя наш Тарзан, который снимался в Голливуде и так далее. Люди, которые добились удивительных успехов, которых знает весь мир и которые внесены в галерею цирка Дюссалей, которая находится в Канаде. Мой друг, земля, выпускники Валентина Гнеушева, знаменитого дирижера, эквилибрист на стуле, который залезал на 12 метров и оттуда дважды падал, но остався жить, к чему я рад. Да, спасибо. Спасибо. Так, кто у меня в цирку? Виталий. Виталий отец же Олега. Виталий Девайр. Сейчас он не просто что? Мулыгин. Мулыгин просто обвинял. Он же не подогнал. Что на себе? Все не обвинял. Все разумеешь, что не будет. Ну, хорошо. Хорошо. Так, кто у меня еще из цирковых? Кого я не увидел, не заметил? Кто там оборачивался? Оля. Оля. Точно? Нет, цирковых? Хорошо. Будут цирковые. Тут не цирковых. Лада Голубева, наша зарубежная звездочка, наша потрясающая фигуриста. Человек, исполнявший, я не знаю, сколько ролей, мальчиков, и девочек, и бабушек, и дедушек, эксцентрик на коньках. Ну, потрясающий человечек. Спасибо. Ладно, горе. Ребята, я никого не забыл и цирковать. Галина, 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 Галина. О, Сережа, Галина, Галина, Галина. Это когда мы со Спиваковым обнимашки, переобнимашки, принц отель и так далее. Это ребята, которые тоже наследили очень здорово, их знает весь мир. Это Галина Кораблева, особенно, особенно, да не особенно, они с Колей породили замечательного человека, Антона Челнокова, который художник, который ставит спектакли, и несколько я их уже видел. Галочка, спасибо. Оля Чепуштанова, которая художник по костюмам, которая многих цирковых и не цирковых осчастливила своим творчеством. Это и танцы со звездами, это и цирк со звездами, это чемпионы мира олимпийских игр по бальным танцам, по спортивным и так далее. То есть, кроме человек, которых как бы не видно, но зато видно вот их работа и душа на нас. Которые выходят на монеты. Балерий Чепуштанов. Не могу не сказать, потому что рядом со мной моя сокурсница. К сожалению, как-то так вот и не надо рукой подать, показать. Это Мариночка, ну, Жукова. Ну, как он. Она же, ой, Женькин, она же такая маленькая. Начинала она турнистом. Прошла все муки цирковые, закончила дрессировщица в обществе и так далее. Марина Жукова. Друзья мои, нет, еще один человек цирковой остался. Это Валерий Павлов. Мой действительно близкий друг и по духу, и товарищ музей, директор музея истории циркового искусства в предсоюзе цирковых деятелей России, членом которого я и являюсь. Валерий Павлович, спасибо за внимание. Еще один человек, имеющий непосредственно отношение к цирку, те, кто в старом цирке, вы проходите по второму этажу своей гардеробной и, наверное, видите, там есть фотографии черно-белые. Да. Это работы уникального человека, фотографа, удивительного человека, очень скромного человека. Два года назад вышел ее альбом фотографический. Это женщина, оцененная очень многими уже агентствами мира, как фотографа. Это наша Наташа Верн Кудалов. Следующий наш вы будете проходить эти фотографии. Вот это ее работа. Ребята, я заканчиваю и представлю сейчас быстро своих людей, которые, собственно говоря, создали эту книгу. Мы подружились вот на этом проекте. Ошибки справляла, корректировала. Я только потом узнал, кто это был. Когда мне начали рассказывать о тебе, Галя, на ты можно? она профессиональный корректор. Если вы следите за литературой, за какой-то энциклопедической, за художественной, то очень часто там можно встречать Галина Отмашкина. Вот мне судьба дала отмашку встретиться с этим замечательным человеком, профессионалом высочайшего класса, и я рад, что это случилось, и я думаю, что Галя следующее продолжение этой книги, которую не забираем, мы будем вместе. Спасибо большое. Спасибо. А вот эту обложку и вот эти вот вставки, где Наташа себя узнала, сделал удивительный художник, человек с потрясающей тонкой души, и если вы кто-то у меня в друзьях, то, наверное, видите, он часто выкладывает, как он по утрам учителяется по десятку километров бегать, при этом еще что-то творить, он не просто художник-декоратор, он художник по-настоящему, но он оформитель книг, и вообще человек очень тонкой души, это Михаил Щерба, Виктор. Так, мои друзья, фотограф Сережа и Ежина Поля. Сурен, можно это восьминский? Ирина Викторовна, пожалуйста, Сурен, Пожалуйста, сюда. Я хочу поблагодарить, потому что сегодняшний день не состоялся бы, если бы не было этих людей. Это мои друзья, теперь настоящие друзья, уже пробиранные временем, Ирина Викторовна Колоскова, которая хозяин вот этого всего дома, человек, занимающийся историей литературы. Вы знаете, что это библиотека имени Агнии Львовны Барто. Ирина Викторовна переписывается с родственниками, близкими, дальними Агнии и собрала уникальный литературный вот этот вот пласт, который еще предстоит изучать ученым. и с ее разрешением мы здесь сегодня собрались и будем заниматься всякими безобразиями, от которых получим удовольствие все. Спасибо вам. художник, художественный руководитель, арт-директор, дух вот этого заведения, художник Сорен Айвазян, чьи предки художник Айвазовский. И здесь проходила моя фото-выставка, сейчас проходит выставка его жены, профессионального художника с цирковой фамилией Кобякова. Вы помните, старшее поколение были такие потрясающие антиподисты Кобяковы. Удивительные люди, так вот это случайность вот такое совпадение. Пожалуйста, посмотрите внимательно на это работой, потому что, к сожалению, вы не видите картины Сурена. Он флорист, он пишет удивительные вещи, портреты деревьев, пустов, краски фантастические. И здесь это периодически выреживается, здесь постоянно что-то происходит, не забывайте это место, оно намоленное, мало того, это место с историей. Здесь когда-то в 60-х, 70-х годах существовал клуб «Новатор». Это был такой московский андеграунд современной фотографии, сюда приходили потлатые мальчики такие, которые, ну, были такие битлсы в исканиях, они были полузапрещенные, сейчас из них половина члена фото, господи, как он называется, дай бог памяти, это союз, союз фотохудожников, Россия, это состоявшиеся мастера и так далее. Так вот здесь бурлила жизнь вот на этой площадке, потом Сурен и Ирина здесь из этой заброшенности вот превратили во все это, здесь продолжается жизнь. Спасибо большое, Сурен, что происходит. И, наконец, я на закуску оставил двух потрясающих людей. Ребята, выйдите сюда, пожалуйста, тем более, что вам придется что-то сказать. Закусывать нами не надо. Сверх шаговым почему я так не обратился в Альяшин. Это настоящие боевые морские офицеры, капираны, капитаны первого ранга севастопольцы, люди, награжденные орденами и медалями и не за сытую жизнь, а что-то увидевшие, что-то посмотревшие и что-то сделавшие для нашей Родины. Походившие на флотах Тихоокеанского ТОФ флота, походившие в Балтике, понырявшие под воду, походившие на кораблях, а теперь занимающиеся серьезной литературой. Так случайно оказалось, что мы в Севастополе, так если не живем, а приезжаем вот так вот жить, люди закончили мореходки в Севастополе, кто-то там родился, кто-то там жен, кто-то детей родил, я вот жену оттуда спер, хотя она Ленинград. Николай Каланов, генеральный директор издательства «Горизонт», член Союза писателей России. Это настоящая организация, правоприемница Союза писателей России. Капитан первого рамка, пожалуйста, прошу любить и дать. А вы, что у меня два рамка, я третьего рамка, а он первого. Катран, майор, два шага на дыр. Приятного ничего, ничего, наградим. Владимир Шигин, это имя достаточно известное для библиотекарей, для тех, кто читает книги. Человек написал свыше 70 книг по истории флота российского. Толстые книги, тонкие книги, удивительно насыщенные. Я прочитал только часть какую-то, я насладился слоган, историческими изысканиями. Он секретарь Союза писателей России, капитан первого рамка. Это, пожалуй, единственный человек, который не единственный, тут еще есть несколько человек, которые прочитали мою книгу успели, потому что я как-то вот это успел. Пару слов сказать, для того, чтобы вечер разрабный. Нет, о чем? А книги? А книги? А книги? Нет, за жизнь мы потом поговорим. Значит, я, к сожалению, к цирку так отношения особо не имею. Несколько раз, как я вспоминал в жизни, бывал, в Челостополе приезжал в цирк, какой-то у меня короткий роман курсантов, я удрал с практики, влюбился в девочку с цирка на сцене в Калининграде и уехал с цирком. Велю за что у меня, что там боссом два балла поставили за десятки. Но у нас говорят так, кто на флоте не служит, то в цирке не смеется. У нас тоже весело. Я когда взял книгу, честно говоря, не особенно люблю читать чужие книги, дай вот написать и уж это как-то трата времени. Я, честно говоря, все могу его познакомить, я взял с некоторым предубеждением, пока я ее домой открыл и где-то уже в два часа ночи ее закрыл. Почему? Знаете, вот, есть понятие профессионализма. Допустим, о море должен писать человек, который знает, и любая фальшь, она будет понятна сразу. Значит, мне понравилось чувство профессионализма. Масса терминов, которых я никогда не слышал, я сразу как-то окунулся вот в эту атмосферу и меня потряс в книге этот дух корпоративности, закрытого сообщества. Это очень похоже на морской флот, он очень консервативен, традиции передаются столетиями и в этом его прелесть, в этом консерватизме, в этих традициях, которые там существуют, есть гласные, есть негласные, вот для того, как передавать бутылку за столом в ковид-компании, надо передавать ее против хода солнца обязательно, и так далее. Есть масса таких нюансов, которые построенный человек просто никогда не знает, не поймет. И вот меня поразила сама книга «Судьба этого мальчика», я уже волновился, слушай, давай продолжим, что там дальше будет сутро, там улюбор с этой девочкой, там улюбор с старичок-старый казак, то есть там, в общем, в общем, поэтому, кто не читал, я, как, значит, почти классик русской литературы, всем рекомендую, вот, получит, я думаю, удовольствие, вот такое же, как и получил я, может, даже больше, потому что вы знаете предмет написания. Вот, все большое. Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить, что благодаря этой книге я окнулась в 80-е годы старого доброго цирка, которого я не застала, но это настолько превосходно, правда, почувствовать себя там, почувствовать тот запах, ту атмосферу и невероятную любовь Владимира Александровича к цирку, к нашему искусству. И действительно, мы одна семья, и наше сердце, оно зовет в опилках еще в эту книгу. И я жду продолжения. Пока, извините, что только за на вашего времени, но презентация, в основном, это, конечно, бла-бла-бла, никуда не делишься, с эльтамартами не попрыгиваешься. Я об этом. Я одно только скажу. Читайте на здоровье, я в процессе, опять же говорю, надо, я подпишу. Нет, значит, просто подходите, я буду дарить с радостью. Пишется продолжение, чумовая совершенно история раздирает так, что я хотел вот так, а оно уже вот так. То есть материал сопротивляется и так далее. Я единственное не представил человека, который убежал. Но я очень хочу, Светочка, пожалуйста, Светы. Одна Света, это те, кто читает мои книги, иди, моя дорогая, те, кто читает мои книги, знают, наверное, теперь угадают, это девчонка с рыжими глазами, это моя Светочка, Ленинградка, Севастополька, жена, жена, Севастополька. И человек, который мне помогает, собственно говоря, во всем огромное ей спасибо. Еще двух людей я должен представить, Ольга Рикабаза. Это потомственная артистка, теперь дрессировка попугая, шикарное дрессировка. Ольга, спасибо. Сережа, она где-то заперла человека, которого мы видим в кино постоянно, это ее муж, Сергей Иванов. И вот он, с бородой, который, как люди начинают носить бороду, я их не узнаю. Сережа, выйдем, пожалуйста. Вот человек, которого мы часто видим в кино последнего речения. Часто, что сейчас. И на финал, очень дорогой и важный для меня человек. Судьбу благодарю, что это случилось. Я ради этого прихватил несколько своих песен, чтобы вам показать, что может творить этот человек. Мариночка, ты ее знаешь. Это наш музыкальный руководитель, нашего потрясающего проекта, который шел на манеже Большого Московского цирка на проспекте Севернадского. Это свадьба с Сой. Постановщики были незабвенный. К сожалению, почти все по уходе. Это Евгений Александрович Гинсбург, который делал бенефисы Гурченко, который привозил Абба, привозил Бонни Эм. И все музыкальные вещи, происходившие от новогодней аттракционов, цирки, со старого цирка. Это был гениальный человек, уникальный человек, о нем можно долго говорить. Сан Саныч Басилай, руководитель Иверии, к сожалению, который тоже умер, тоже его нету. И Михаил Танич тоже незабвенный, все они незабвенные, все мастера, выдающиеся, о чем я собственно начинал с этого. И вот этим музыкальным проектом руководила Светлана Мухановна. Светочка, иди сюда, миленькая. Потому что этот человек обнал массу музыкальных проектов, таких, с этого не уходи, пожалуйста, таких, как человек из Ломанча с Зельдиным. Нет, я сейчас много не буду говорить. И благодаря которому запели, как кто-то не сказал, у нее запоет даже дверь. Вот я запел. Будучи, я работал, меня пригласили сначала как режиссером и постановщиком по трюкам, а потом доверили роль, научили петь, дали зарплату. А маме бы потом отняли. И я начал летать, там петь, что-то делать. Ее муж, звукорежиссер у Тамары Герцетелли. В общем, понимаете, кто здесь собрались? Моя задача, вот подружитесь сегодня, вот найдите общий токс с концентом, напейте кофе, чая, вина, получите книгу и будьте счастливы. Ребят, спасибо, что вы пришли. Может быть, мы здесь это... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ребята, раздевайтесь и... Все, можно пить, гулять, танцевать. Посмотрите все. Да, книжечки. А, да. Я прошу прощения. Привет. 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 Вовка, а ты подписываешь? Володь? Да. Да, вот же и есть. Ты подписываешь? Да. Я подпишу, но он просто. Хорошо, я это сделал. Ребят, только давайте сделаем так. Подходите просто по одному, да, а то сейчас вот... Нет, не очередь. Просто так. Люди всегда сделают очередь. Блазарусь. Да, да. Сейчас мы будем на руки на руке писать. Все, тут у людей, конечно. тут у нас. Что, нету русских? Правой и левой свет не писали. А русских не нельзя. Ручка есть. Я специально сделаю. А мне... Да, пожалуйста. Ребят, я слепой, косой, глухой. И грамотный. И неграмотный. И еще... И вообще-то не я. Да, и вообще по миле моя сейчас Альцгеймер, поэтому... Ну, музыкальный. А это тоже, да? Да. Да. Истечко. Спасибо. 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 Сейчас, я валюту. Спасибо. Пожалуйста. Я валюту. Я же просто... Ну, и вам сейчас... Я валюту отдельно подошел, не торопляясь. Нет, да. Нет. А Татья не пришла? Нет. Нет. Да, ты не поставила. Она говорит, может, ничего не делала. Ну, поставишь. Я про Кораблутов хотел рассказать. Да, да. Конечно. Мы вместе работаем? Нет. Нет, она лучше хотела. Она, знаешь, нет. А, не узнаю. Сейчас позвоню. Ты кто? Да. Нет. Нет. Вы не правильно столкнули с нами. Вы не правильно столкнули с нами. Вы игнорировали. Угощение. Вы презентурующие гуся. 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 Ставлю. У меня не было. Вы в этом что-то в другой слушайся. Спасит. У меня нет. Я дебилитовался и мы расстались. Это когда-то был солистом ансамбля Игоря Моисеева. Объехал весь мир уже тогда и его из-за этого стали в пятимирскую танковую дивизию, где мы служили Карен Шахназаров, Виталий Дмитриченко, Коля Тарабин, Толя Кубцов, Володя Сербугин, Гажетурбановы, Годлерок, Ишнухамедовы, Калий Сапогай. Это вся была наша банда, это были ансамбльки и мы с ним, я как сейчас помню там, как говорят, Дуба-Дуба, Устепаны, Нема-Чуба. Давайте ползунец тогда в этот сайт. Так что я танцуешь. Он тебя учил как партнерам играть, да? А это все мои цирковые и не цирковые друзья. Друзья, не поверите, друзья, чайку, кофейкурку, водка, наркотики, дорожки. Грибочки, грибочки, замолочи. Начинаем. Грибочки, 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 грибочки. Ищи сандарцать мне до родной порты. И, как говорят, победил, как ябнился. С ним сsnar я истят, и не судьбой. С манежем до рождения обручился, здесь в них у нас осталось до конца, передая тебе по-разному, и с тобой все вести себя. С годами становлюсь нескромным. Я его так раз и три, а потом, значит, пастя только задрай. И про футбернер, я его говорю. Давайте с собой, как в третий раз уже с бабы снимают. Вот так. Ну, пожалуйста, кучу вопросов, я вам могу еще одну сменю. Я его с удовольствием не получил. Лучше место. Он в порядке. Я хочу сюда вписаться. У меня привыкут на проекцию. Не больно. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь сложилась из-за уничтоженных дней. И уснеет, а в душе море темно. Вот такое черно-белое кино. И уснеет, а в душе море темно. Вот такое черно-белое кино. И уснеет, а в душе море темно. И уснеет, а в душе море. И уснеет, а в душе море темно. Вот такое черно-белое кино. Так что, сальто мортале будем делать? Так, внимание. И уснеет. Василий Деменчуков. Рекордный трюк. Стойка на двух руках. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы себя чувствуете? Заслуженные аплодисменты мастеру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы решили сделать массовое фото? А не плечи не упадет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А можно немножко кругу вот так вот раз касается? АПЛОДИСМЕНТЫ Еще, еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь, садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сюда, сюда, сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ На этом наша теплая встреча подходит к концу. Всем спасибо. Персональная благодарность товарищу Кулакову. А ты в ней получаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТРИ БОГАТЫРЯТКИ АПЛОДИСМЕНТЫ А я же у нас Илья Муромец. А тут конечно, Алеша Попарич. А это Алеша Попарич. И к ним примкнувший Алеша Попарич. АЛЕША ПОПАРИЧ Стопка книг растаяла. Вот все, что осталось от книг. Всего 4-5 экземпляров. Все порасхватали. Серьезно? Серьезно? Все. Спасибо всем за внимание. Молодцы. Бай-бай.